Добрый вечер! Добрый вечер! Симеона, богоприимца в Иерусалиме, когда младенца Иисуса, Матери Божией, с Иосифом Обручником принесли в храм на 40-й день, когда из-за него должно было принести дары Богу по закону Моисеева. И, конечно же, это событие совершилось по промыслу Божию, и Симеон Богоприимец – это был человек, который ждал этого события 300 лет. То есть он прожил 300 лет, и ему было сказано, что он не умрет, пока не увидит воплощение пророчеств, сказанных в Ветхом Завете о Спасителе, пришедшем в Мессии, пришедшем в мир. Эта история еще начиналась до Рождества Христова, потому что Симеон Богоприимец входил в число 70 толковников Библии, которым… толковников – это переводчики, значит, если на сегодняшнем языке говорить, которым было поручено перевести Библию с еврейского на греческий, римский языки. И вот он при переводе столкнулся с фразой, что «все девы в очереве примет и родит сына», и задумался, как может дева родить. Он решил исправить слово «дева» на женщину. Но ангел остановил его в этот момент и сказал, ты не умрешь, пока не увидишь совершающегося в жизни того, что написано в этом тексте. То есть, что дева действительно примет в очереве и родит сына. Это как раз и произошло, и он был архиереем церкви ветхозаветной, но был уже старенький, естественно, 300 лет. И, тем не менее, приходил каждый день в храм в надежде, что вот этот день он увидит Мессию. И вот в один из таких дней, когда он пришел в храм, он увидел Матери Божию на руках с Богом-младенцем, и духом ему было открыто, что это и есть Мессия, Спаситель мира. Он воскликнул, что теперь совершилось это слово, и ныне Господь отпускает его с миром. То есть, что он теперь может отойти ко Господу, умереть, потому что видели его очи совершившиеся слова пророчества. Также была в этот момент в храме и женщина Анна пророчица, черь Самуилова, которая многие годы, до старости, 70 лет, она, значит, трудилась Господу в храме, в молитве и посте, как сказано в Евангелии. И она также была праведной и также пророчествовала о том, что вот этот Богом-младенец и есть Спаситель мира, которого мы все ждем. Вот эта встреча в лице этих двух человек, видите, как интересно встречали, да, Господа, Сына Божьего, всего лишь два человека встретили его в храме, и в этом тоже есть промысел Божий, не случайно так произошло. И тем не менее, эти два человека были избранниками Божьими из среды всего человечества, которые встретили Господа в земном мире, воплоти. Вот такое удивительное событие мы сегодня празднуем. Для нас, о чем мы должны задуматься в этот день? Для нас надо решить такое для себя, сделать внутреннюю задачку, которую надо решить для себя, что как я встречаюсь с Господом в этот день, и вообще встречаюсь ли я с Ним, так как мы в своей суете мирской часто забываем про Бога и думаем совсем о другом, и часто для нас этот день проходит незаметно, а так и вся жизнь день за днем проходит незаметно, и, к сожалению, мы так и не встречаем Господа в своей жизни. Ну, как и в то время много жило людей, и князей, и простых людей, и верующих в Иерусалиме, но встретились с Богом только эти два человека. Симеон Богопримец, и она пророчится. И здесь вот мы также выбираем, с кем мы будем, с Симеоном и Анной, или все-таки мы удалимся от них и будем среди тех тысяч людей, которые так и не узнали ничего о том, что Господь пришел в этот мир. Мы сейчас в таком же положении, мы тоже часто, многие даже и не знают, что Господь пришел в этот мир, что Он проповедовал покаяние и спасение всякому человеку, верующему в Него. Но многим людям это даже и не интересно, к сожалению, и многие этого даже и не ищут, и наоборот, даже когда им начинаешь говорить, они отдаляются от этого разговора, то есть им это не интересно, к сожалению, повторюсь. И вот здесь об этом надо задуматься. Ну, мы нашим дальнейшим разговором, наверное, будет интересно, да, что каждый абсолютно хочет человек или не хочет, он будет давать от света свою жизнь. О празднике средств мы с вами говорили подробно, очень интересно в прошлом году. Кому интересно, могут на сайте ТВ-41, Щелковское телевидение, зайти, найти. Там очень интересно, подробно прям каждая почти фраза была разобрана. А мы с вами идем дальше, будем сегодня говорить о страшном суде. Мы готовимся к Великому посту, он начнется 27 февраля. Три недели нам на подготовку, да, первая уже была передача у нас о мытаре и фарисее, потом о блудном сыне. Эта неделя как раз еще идет о воскресенье. И следующая неделя будет как раз вспоминаться такая, даже, наверное, уже не притча, а пророчество, да, о страшном суде. Вот предлагаю отрывок нам с вами прочитать. Итак, пожалуйста, это Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46, пожалуйста. Послушаем Евангелие. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелом его». Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе», тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Итак, мы с вами начинаем говорить, да, об этом пророчестве. Это каждому из нас предстоит увидеть. Ну, действительно, когда читаешь вот эти очень жёсткие слова Господа, то понимаешь, что всё серьёзно вообще-то. Впереди нас ждёт серьёзная встреча с Богом, на которой придётся дать ответ за все свои дела. И тогда уже слова, которые сейчас часто слышатся из уст многих людей, да, Господь милостив помилует, но вот здесь где? Тут нету даже слова о том, что Господь всех помилует. Нет, здесь чётко сказано, что одних по левую, других по правую разделит Господь. Всех разделит на две всего лишь части. Не на три. Одни слева, другие справа, одни посерединке, да, ни там, ни там. Нет, на две части всех разделит. И это страшно, потому что каждый из нас будет либо в той, либо в другой. Не избежит либо наказания, либо прощения грехов. И в этом плане мы понимаем, что верим мы в Бога, не верим. Живём мы, так сказать, церковной жизнью или живём мирской жизнью, живём там в монастыре или в семье. Но вот здесь ничего не сказано в этих словах. Ни о семье, ни о монастыре, ни о каких-то других наших, так сказать, человеческих каких-то реалиях. Нет, здесь Господь говорит, вот встретили меня, вот напоили, накормили, одели, обули, посетили, значит, со мной будете. Если меня не встретили, не напоили, не накормили, не одели, не обули, не посетили, значит, будете без меня. Вот всё просто, ясно и понятно. Да, кроме того, Господь не требует, чтобы ты болен, чтобы тебя излечили, например, а просто приди по сети. Да, здесь мы в этой фразе видим, что не исцелили меня, говорит Господь, а просто не посетили меня. То есть Он не требует от нас чрезмерных каких-то усилий. Если в тюрьме, то не вывели меня из тюрьмы. Нет, просто посетили в тюрьме или в больнице. То есть мы, Господь понимает, что мы не всесильны, и у нас есть определенные моменты, которые мы не можем исполнить. И здесь ничего сверхсильного Господь от нас не требует. Но посетить страждущих надо. Но отнестись милостиво к больным или к каким-то страдающим, или к каким-то находящимся в каких-то других скорбных, тяжелых обстоятельствах, к людях надо. Потому что за каждым из них стоит Господь, и мы в этом случае, отворачиваясь от этих людей, мы отворачиваемся от самого Господа. По вот этим неложным словам, которые сейчас мы прочли. То есть ключевое милосердие, да, человек? Да, да. Здесь речь идет лишь о милосердии к человеку, но через это Господь это возводит милосердие к самому себе. Будьте милосердны, как отец ваш, да? Да. То есть и две заповеди, да. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Если ты ближнего не любишь, ты и Бога не любишь. И наоборот, если ты Бога любишь, то ты и ближнего будешь любить. И опять вот две половинки, то есть направо-налево. Ну, не так, чтобы любить ближнего. Этого вот я люблю, а этот как-то вот отодвинуть его немножечко. Ну, опять же, если человек любит только того, кто ему нравится, то это не любовь, а пользование. То есть это его игрушка. Вот я люблю эту игрушку, а вот эта игрушка плохая. Я с ней не буду играть. Любовь, она подразумевает самопожертвование, о чем здесь и говорится в этих словах. То есть посетить, накормить, одеть, обуть и прочее. Вот это все-таки ты от себя что-то отрываешь, чтобы помочь кому-то. А когда я люблю вот такого человека, ну, а такого человека не люблю, но здесь уже больше все-таки для себя слышится. То есть это вот моя любимая игрушка, с которой мне хочется поиграться. Вот и все. Это мне нравится тоже. Где-то прочитал такое. Чем отличается нравится от люблю? Вот, например, цветок. Если он тебе нравится, ты его срываешь, а если ты его любишь, то ты его поливаешь. Да, и таких много моментов в жизни, когда то, что нам нравится, мы присваиваем себе, а то, что мы любим, мы часто отдаем другим, потому что мы понимаем, что так будет лучше для предмета нашей любви. Ну, например, если мы любим животных, то мы их отпускаем в природу, где им лучше будет. Или, если они нам нравятся, мы просто забираем их из природы, и пускай сидят в клетке, я буду вот каждый день ходить кормить его, гладить потом, и там с ними сюсюкаться, но он будет сидеть в клетке, а не на свободе будет. То есть вот это нравится, а вот это вот люблю. Вот здесь таких много моментов в нашей жизни. И также с людьми. Если человек этот мне нравится, я его к себе привяжу всеми возможными и невозможными путями, чтобы он был при мне. Потому что он как вещь должна быть при мне, а он мне нравится. А если я его люблю, то я никакого насилия над ним творить не буду, и здесь уже свобода воли, свобода выбора этого человека для меня так же важна, как и все остальные его качества, потому что я его люблю, в том числе и свобода его выбора. В какой момент в своей проповеди Господь говорит эти слова, кому адресованы? Слова, адресованные апостолом, и это одни из последних слов перед его страданиями на кресте, то есть, по-моему, где-то дня за два это была беседа с апостолами, Господь уже все сказал, что все восходим в Иерусалим и предадут сына на пропятие и в третий день воскресенье. То есть, Господь уже много пророчеств сказал о своем ближайшем будущем, буквально за несколько дней до совершения этих пророчеств, вплоть до того, что он говорил Петру, что ты меня предашь трижды, да, как вот петух не пропоет, ты меня трижды уже предашь. И про Иуду он уже сказал, что есть среди вас тот, кто меня предаст. Соответственно, все, что в этом мире, вот на момент жизни земной Господа, уже практически совершилось и было Господом предсказано, предуказано апостолом. Но это первое пришествие Христова в смирении и в терпении, и в любви, и в поучении рода человеческого через апостолов, через учеников. А здесь уже речь идет о втором пришествии, о страшном пришествии, не в смирении, а как царь царей и Господь всей твари, всей вселенной, когда он придет сюда уже не миловать, не вразумлять, не наставлять, не смиряться пред людьми, а уже воздаяние давать каждому, кто и что заслужит. И потому это страшное второе пришествие Господне здесь предречено уже не за два дня, три, а за много столетий вперед Господь это уже предрек, что будет с родом человеческим и с каждым из нас. И стоит задуматься об этом, потому что каждый из нас, кто слышит эти слова, кто их читал или сейчас нас слышит, он предупрежден, он предупрежден о том, что с ним все это произойдет, есть такая поговорка предупрежден, значит вооружен, то есть вооружаетесь против сатаны, который попытается вас всячески от этого страшного суда отговорить от веры во второе пришествие Христова, и значит сделать все возможное, чтобы вы не подготовились к этому второму пришествию, значит погибли, стали козлищами, не овцами, не стадом Божиим. Мы разумные существа, и мы должны сами думать своей головой, а не слушаться окружающих нас, в том числе и бесов, и людей, которые бесам служат, которые нас отговаривают всячески. Ну представьте, такую аналогию вам приведу, если вы студент, учитесь в институте, и вам говорят, что вы знаете, вот через там полгода будет экзамен, один, так сказать, разумный человек вам говорит, а второй человек говорит, да ничего не будет, что-то не надо, не заморачивайся, никаких экзаменов не будет, как вот ты сейчас живешь вольготно, ходишь на лекции или не ходишь на лекции, вот гуляешь там, никто с тебя ничего не справит, так всю жизнь и будет у тебя в институте, просто расслабься и не надо там заморачиваться. Ну как человек этот, он все равно придет на экзамен, и значит он его не сдаст, если он будет не готов. То же самое здесь, вот этот страшный суд, основной экзамен нашей жизни. Это окончательный приговор нам будет. который уже не подлежит изменению, что самое страшное и грустное в этом, это окончательный и бесповоротный приговор для нас в вечности, и если мы к нему не подготовимся, будет очень горько, очень страшно, потому что оказаться без Бога в вечности, это и есть ад. Там искрежет зубов, как написано будет, да? Да, там тьма кромешная, плачь, искрежет зубов, то есть если сами бесы боятся ада, ангелы, да, которые бесплотные, то уж нам-то, плотским, тем более надо бояться ада, потому что мы слабые существа, и та боль, которая ждет грешников в аду, она несравнима с той болью, которую здесь мы можем испытывать. там от этой боли вечной, она чем еще, так сказать, ужасает, то, что она вечная, если здесь мы, ну, зуб поболит, перестанет, поболит, перестанет, там, таблеточку выпили как-то, или там еще что-то, у нас какие-то другие заболевания, то есть мы можем их как-то утешать, то есть где-то отдохнуть от этой боли, потом она опять возобновляется, ну, мы опять с ней как-то договариваемся, да, с помощью лекарств, врачей и прочего, вот, и вроде все проходит, там ничего не пройдет, там вот оно как включилось, и так она боль, это вечности, то есть реалии нашей жизни земной с реалиями жизни вечной в корне различаются тем, что там уже ничего не меняется, вот ты получил ад, значит, боль, скрежет зубов, плач в вечности. Как сочетается вот такой суд и то, что у Господь есть любовь? А сочетается он в том, что Бог есть любовь, но Бог есть и правосудие, то есть это еще одно из качеств божественной природы, о котором мы почему-то забываем, то есть мы думаем, что вот только это качество, только любовь есть у Бога, милосердию, любовь, тротость. И потопом в качестве наказания тоже. Мы Богу приписываем только те качества, которые нам выгодны, и таким образом мы не смотрим на реальность, а кроме выгодных качеств у Бога есть и невыгодные для нас, для грешников, качества правосудия, правды, истины, то есть истина, она не терпит всякой лжи, она ее торгает, а Бог есть истина. Ну и Господь тоже говорил, что будут дела ваши судить. Да, есть такие слова, что в Евангелии, что я не буду вас судить, вас будут судить ваши слова и ваши дела, то есть по плодам познаете истины. За каждое праздное слово дадим ответ. Да, да, то есть то, что мы здесь совершенно не подозреваем, что нас ждет впереди, очень грустно, потому что все рассказано и разложено по полочкам уже давным-давно, уже это испытали на себе многие люди, которые потом это рассказали в той или иной, так сказать, форме, ну, например, блаженной Феодора, хотя она рассказала лишь о частном суде, то есть мы два суда нас ждет. Первый суд это сразу после смерти, частный суд, временный, до страшного суда. И он не такой страшный, потому что еще есть возможность какого-то изменения нашей участи после смерти, так как за нас будут молиться наши родственники. То есть сейчас все наши умершие находятся в каком-то месте в ожидании страшного суда. А потом и живые, кто будет жить на тот момент, да, и все усопшие, все встанут в один ряд. Ну, если верить, так сказать, апокалипсису, да, вот то, что написал Иоанн Богослов, то все сгорит в этом мире, то есть живые и умершие, все сгорит, понимаете, кто там будет живым. То есть на этой планете Земля ничего живого не останется, это будет страшный апокалиптический такой сюжет, который все мы знаем, и он совершится, и после этого будет страшный суд. И, конечно же, те умершие, которые сейчас уже прошли свой жизненный путь, земной путь, уже прошли полностью и вышли из него, они прошли частный суд, и по решению частного суда находятся в том месте, которое они заслужили. Кто-то в хорошем месте, кто-то в плохом. Но у них есть надежда, если они в плохом месте, что молитвами церкви, молитвами близких, родственников, друзей, товарищей, они могут еще исправить свою ситуацию и улучшить свою ситуацию. Помилованы будут, да? Жить в хорошем месте. То есть из ада будут выпущены по молитвам за них. А вот после страшного суда уже никто молиться не будет, потому что на земле уже жизни не останется, никто здесь уже жить, вот как сейчас мы живем, не будет, потому что Господь скажет, все творю, все новое. Новый мир сотворит, новые тела для душ человеческих сотворит. И эти тела уже будут либо наказанием, сами тела будут наказывать уже душу человеческих грешников, либо радостью, потому что тела праведников будут также радовать душу, как и все остальные творения Божии. Вот это надо учитывать в нашей сегодняшней жизни и иметь к этому самое, наверное, непосредственное внимание к этому прилагать, потому что это важнейший из вопросов жизни человека. Да, как говорят святоцы, будешь всегда память держать, а смерть и вовек не согрешишь. Да, память смертная удерживает от грехов. Память смертная дает нам жизнь праведную, потому что если человек находится все время мысленно находится вот на этом страшном суде, то он взвешивает свои поступки сегодняшние по отношению к тому грядущему суду и понимает, что вот это лучше я не буду говорить, вот это лучше я делать не буду, и вот это мне не нужно, лучше брать этого не буду, потому что на страшном суде как мне за это отвечать, я не знаю. Почему такое сравнение овцы и козлы? Ну, мы знаем из жизни, как отличаются в жизни эти два существа, то есть овечка это всегда добрая, всегда послушная, всегда, так сказать, следующая за своим пастухом и еще и пользу приносящую, то есть ее стригут для одежды человеком, ее там молоко берут для пищи человеку, даже ее кушают, то есть она даже предоставляет саму себя в еду человеку, а вот козлы, они имеют совсем другой характер, то есть это всегда бодливые, всегда такие по горам ходящие такие сами по себе ну да, своевольные совершенно бодливые и гордостные такие существа, которых очень трудно вообще в какие-то рамки поставить. Упрямый как козел даже есть такое выражение. и бодливый как козел, да, и соответственно и кушать их нельзя, и с них естественно никакого молока взять, как с козла молока, да, шпаговарка такая бывает, и в пищу они не годятся, потому что очень дурно пахнут, и соответственно для одежды никакой так сказать шерсти они не дают, то есть толку от них кроме продолжения рода никакого нет. Вот здесь собственно Господь на это и указывает, что кроме того, что вы блудили и жили в свое удовольствие, вы больше ничего и не делали в этом мире, то есть как козлы. А овцы опять же Господь говорит, показывает, что вы творили добро окружающим вам, были послушны, и поэтому вы входите в Царство Небесное. Даже пророк Иоанна Предтеча Господа звал все Агнец грядет, да? Да, это одно из таких ярких слов Иоанна Предтеча, хоть он был пустынник, он много-то и не говорил, но когда он увидел Господа в толпе людей к нему приближающихся, он воскликнул, вот Агнец Божий в землящи на себя грехи мира. То есть он явно указал на то, что именно через него можно только будет спастись. Почему Господь в этом пророчестве говорит называть нас братьями? Ну, дело в том, что мы в Евангелии видим, что Господь по-разному называет своих учеников. Иногда вы рабы Божии, так как мы слушаемся Господа и боимся наказания, поэтому и рабы. То есть рабы работают как? За страх перед наказанием и слушаясь своих Господа, господей, как сказано в Священном Писании. В другом месте Господь говорит вы слуги Божии. Слуги Божии уже работают не за страх, а за награду. А в третьем месте Господь говорит вы дети Божии. Ну, а если мы дети Божии, которые трудятся Богу по любви к Нему, не из-за страха, не из-за какого-то там желания, награды, а по любви, если мы дети Божии, то и Сын Божий, Он тоже чадо Божий, то, конечно, мы братья с Ним. Кроме того, так как Он дал нам свою кровь, свое тело в пищу, то есть мы причащаемся телом крови Христовой, то мы и по крови становимся братьями и сестрами с Господом. Конечно же, это все объединяется. И рождены мы церковью, которую создал Господь. И значит, и через рождение мы братья. То есть много. Да, Адам, Атноя, там все тоже. А если брать по плоти, то да, Адам и Ева родили всех человеков в своих, так сказать, сынах и внуках и правнуках. И в том числе через много-много тысячелетий родился и Господь Иисус Христос в том числе от Адама и Евы. Есть символизм в слове «меньшие братья»? Ну, конечно же, мы не можем себя сравнивать с Богом. Если бы мы были как Боги, то мы бы не грешили как минимум. И мы бы творили очень много добрых дел, как Господь творит. Он посылает дожди и солнце на праведников и на грешников, как в Евангелии сказано. А мы такого не делаем, поэтому, конечно же, мы меньшие братья Бога, потому что мы не можем не грешить, мы не можем творить добрых дел. Сам Господь говорит, без меня ничего доброго сделать не можете. То есть, с одной стороны, он относится к нам как к братьям, а с другой стороны, он как к младшим братьям говорит, вы со мной делаете, и тогда у вас все будет хорошо. Это как старший брат говорит младшим, который еще ничего не умеет, так, давай-ка ты молоток и гвозди без меня не бери, потому что себе по пальцу треснешь, и забьешь гвозди не туда, куда надо, и согнешь их там, или еще что-нибудь сделаешь плохое. Только со мной, тогда все будет хорошо у тебя получаться. Так и Господь к нам относится как старший, к младшим братьям, и в этом тоже есть яркое указание на то, что он нас любит и обязательно старается нам во всем помогать. Ну, меньше, наверное, потому что униженные, которые жаждут нашего внимания. Если смотреть со стороны человеческой, то да, конечно же, мы здесь униженные. Господь так сказал, меня гнали, вас будут гнать, но меня слушались и вас послушаются. И сказал далее, что вы для мира безумцы, то есть мы, верующие в Господа, безумны для мира неверующего в Господа. И, соответственно, как безумцев везде гонят, насмехаются и стараются их выгнать из среды своей, так и к нам относится весь мир, что сейчас, кстати, происходит. Многие спрашивают, ну, почему так Россия ненавидит весь мир? Почему именно на ней свет клином сошелся? И почему мы были Российской империей, царской империей? нас ненавидели, мы стали Советским Союзом, нас ненавидели, мы перестали быть Советским Союзом, нас продолжают ненавидеть, то есть в любом качестве Россию ненавидят, почему? Да потому, что мы Божии, и мы верим в Бога, а те не верят в Бога, соответственно, ненавидят нас, и поэтому мы гонимы, а сам Господь был также гоним в этом мире, мы помним, что с ним сделали, как над ним издевались, как его распяли и убили, собственно, поэтому мы меньшие в смысле из всех рода человеческого, более старшие братья там есть, которые претендуют на главенство в этом мире, а мы не претендуем на главенство, мы вот лишь хотим сохранить то, что нам передано от предков. В том разговоре о стражном суде Господь говорит о людях спасающихся и не спасающихся, то есть овцы, козлы, и часто мы в Евангелии видим такие сравнения, то есть есть там 10 дев, часть их разумная, мудрая, 5 из них, то есть всего 10 их было, 5 разумных, 5 разумных, у которых еле и хватило дождаться жениха, 5 эродиев, 5 эродиев, у которых закончились, потом есть раб верный, а есть раб убивающийся, который не дождался Господа. Есть раб, представивший два таланта, есть скрывший свой талант. Вот часто такие сравнения, для чего они? Везде вот эта двойственность, мы везде видим, что как и здесь, козлища и овцы. Граб, который закопал свои таланты, и раб, который вложил свой талант и послужил Господу. Также и древо, приносящее плоды, и древо, не приносящее плода, посекается, который приносит плоды, наоборот, удобряется. То есть Господь показывает, что вот эти две части, угодные Богу части, неугодные Богу части, они пребывают везде, в каждом из событий нашего мира. И поэтому очень много таких. И в равных возможностях не получаются? Ну, даже я бы не сказал в равных, потому что Господь сказал спасающийся, вы малое стадо. Ну, просто, наверное, что потом тот, который не смог этого исправить? Свобода выбора у всех одинаковая, безусловно, да. Если о свободе выбора, конечно же, мы все в равных возможностях, то есть всем этот путь ко спасению открыт. То есть мы все можем по этому пути пойти. Но выбирает этот путь лишь малая часть, поэтому Господь назвал нас малым стадом, поэтому не в равных частях, а все-таки в меньшей составляющей из рода человеческого, которая идет ко спасению. Больше идет, к сожалению, на погибель, то есть вот против воли Божьей, против заповеди, против веры, против, даже против нас идет, когда мы говорим о церкви, о нравственности, о вере, о спасении, о Христе, над нами смеются и говорят, вы нам не нужны, давайте вы вот юродствуете где-нибудь, но только не здесь. К сожалению, это мы видим и сейчас, и в прошедших веках все было так же, ничего не изменилось. Ну то есть, чтобы они не могли сказать, да, у меня вот такого не было, как у этого, поэтому я вот не смог исполнить, да, то есть, Господь вот этим говорит, что были возможности, это вот смог твой товарищ, например. Господь так устраивает жизнь каждого человека, что на страшном суде ему нечего будет возродить Господу, то есть, Господь укажет ему, что у него были все возможности к спасению и даже больше, чем все, но он ими не воспользовался, он их отверг, и поэтому здесь мы также видим, что Господь эту же мысль, он и здесь преследует, что вы должны сами выбрать, вы должны сейчас встать на этот путь, или не встать на этот путь, а значит, сами выберите себе или наказание, или спасение, и нет такого, что вот этим вам закрыто, ну как, знаете, сейчас говорят, вот есть судьба, вот мне на судьбе написано, что я не спасусь, значит, я не спасусь, это вранье, нету никакой судьбы, даже слово судьба, это перевод судил Бог, но суд, он же совершается по факту окончания жизни, поэтому, как вы жизнь проводите, которую вы сами пишете своей рукой, своими желаниями, своей волею, так вас и будет судить Бог, и тогда ваша судьба завершится так или иначе, но пока вы ее пишете, свою жизнь, книгу жизни своими поступками, вы можете спасаться в любой из моментов этой жизни. Господь в данном пророчестве дважды говорит такую фразу, тогда скажет им в ответ, истинно говорю, так как вы не сделали этого одному из тех меньших, то не сделали мне. Зачем Господь для грешников такую же фразу повторяет, ведь по ответу для праведников уже было все понятно. Ну, здесь лишь к большему осуждению, то есть, опять же, если с точки зрения суда рассматривать, даже человеческий суд, он зачитывает приговор, и там зачитывает он много часов, хотя и так все понятно, да, вот там пять лет отсидки, там, или еще что, штраф какой-то, зачем вот это зачитывать, в связи с тем-то, с тем-то, то-то, 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 даже люди, чтобы не было никаких разногласий и разночтений, все расставляют по полочкам и зачитывают. Здесь Господь точно так же все по полочкам разложил и, можно сказать, уже зачитал приговор, то-есть, то, что мы сейчас читали, это даже нельзя назвать пророчеством, это уже то, что написано, остается только каждому из нас встать в ту часть этого приговора, который нам нравится. Да и кроме того, да, ведь все у нас к этому и идет, то, что приговор для всех нас страшный суд, да, то есть страшный суд и мы фактически в козлище попадаем, а наша задача как раз на земле быть помилованы и просить Господа на протяжении всей жизни, да, чтобы Господь нас помиловал. Не только просить, но и что-то делать для того, чтобы Господь помиловал, потому что те слова, те дела, даже желания наши учитываются Господом на суде страшном и сам Господь говорит, что и желания я вменю в дела, если таковые будут желания. Вот когда мы читали на прошлых, так сказать, передачах разбирали притчу о блудном сыне, мы видели, как отец бросился на шею сыну блудному, хотя тут еще ничего не сказал даже, он просто шел к отцу для того, чтобы попросить у него прощения и сказать, ты уж меня даже в дети ты уже не возвращай, я просто хочу у тебя просто работать как наемник. Но отец не дал даже ему ничего проговорить, одно желание возвращения сына к отцу он уже вменил ему в полное прощение. Вот так же каждый из нас, если у нас есть желание, чтобы Господь нас простил, чтобы Господь нас помиловал, то это желание нас уже будет спасать. Но надо это пожелать. Да, по большому счету вообще, и как и святые отцы говорили, мы все заслуживаем ад. Да, да, Господь нас, если, вот часто я слышу, где же справедливость, вот очень часто от людей, почему нет справедливости в этом мире, да как же так, где же Господь, вот почему он несправедливо так относится. В ответ на это я единственное, что могу сказать, вы знаете, если Господь по справедливости будет к нам относиться, мы все уже были бы в аду. И такой вопрос задаю, вот как вы хотели бы, ну вот просто ваш личная, так сказать, жизнь. Вы пристали перед Богом. Как бы вы хотели, чтобы Господь к вам отнесся? По справедливости или по милосердию? Как вы хотите, чтобы он к вам отнесся? Вот мы, никто из нас не захочет, чтобы он по справедливости к нам отнесся. Все захотят по милосердию, конечно. Так вот в этом мире и происходит. И поэтому здесь справедливость лучше не искать. Да, как в «Житиях святых» читаешь, что даже на смертном мадре, когда мы говорили, вот это там старчил, там святой, он говорит, пока вот, да, не предстану перед Господом, я не спасся еще. Да, это не только на смертном мадре, даже были такие откровения Господа, когда души святых отцов поднимались по мытарствам и бесы говорили, ты уже избежал наших козней, ты уже спасся. Даже на мытарствах души этих великих угодников Божьих говорили, я еще не спасся, пока я еще среди вас, то есть по мытарствам иду. Вот когда я войду в Царство Небесное, тогда я спасся, а сейчас еще ничего не завершилось, то есть борьба продолжается. Да, а еще тоже считаешь, когда тоже тия, да, святых таких людей, тоже они говорят, что как спасаешься, я даже еще делал своего спасения и не начинал. Не начинал, да. То есть мы, знаете, нет пределов чистоты, то есть человек, когда начинает уборку в квартире, он говорит, ну вот сейчас хотя бы там основной мусор, который под ногами валяется, вот его уберу. Потом он убрал, но потом он видит, так оказывается, еще и грязь там на ковре, на стенах, так значит, но сейчас вот ототру стены, там полы, ага, это убрал, а, так еще пыли-то сколько еще? пыль надо убирать, а там оказывается еще и окна, а там еще и много-много чего оказывается надо убирать, убирать, то есть мы, чем больше мы убираемся, тем, чем чище становится наше жилище, тем больше у нас потребность к чистоте. То есть на белом все малейшие крапинки нечистоты видны, а на черном, на грязном все нечисто и ничего не видно, поэтому чем чище душа, тем больше человек стремится к чистоте и тем более внимательно относится к малейшим вот таким пылинкам, можно сказать, на своей душе греховных помыслов или каких-то желаний. А уж если говорить о грешных людях, которые там не помыслами грешат, а грешат делами, убийствами, абортами, пьянством, блудом и чревугодием, ну тут уж как, хотя бы эти камни надо начинать убирать, а потом уже по мере очищения прийти к чистоте внутренней. Вот эти дела оправдания, которые говорит Господь, мы воспринимаем как буквально, жажду, стакан воды принеси, это действительно касается только вещественного? Ну нет, конечно, потому что человек жаждет не только над жаждой телесной, но часто жажда духовная мучает человека больше, чем телесная жажда, то есть люди иногда заканчивают свою жизнь самоубийством не из-за того, что им нечего попить или нечего поесть, у них, как правило, все хорошо в жизни-то, а вот они, тем не менее, от безысходности, вот есть такое слово, которое очень смутно понимается нами, вот от безысходности лезут в петлю или бросаются вниз головой куда-то там значит с балкона. Повторюсь, не телесные проблемы их гонят на самоубийство, а духовные. И значит, если мы духовно человеку начинаем помогать, то мы ему делаем даже больше, чем если бы мы дали ему стакан воды или там покушать. Хотя и это тоже оценивается Господом. И телесная помощь человеку, и тем паче духовная помощь человеку тоже оценивается Богом. Если мы помолились, если мы выслушали, если мы просто посоветовали доброе что-то. Есть в Священном Писании фразы, что если ты своим советом помог человеку спастись, то и тебе простится множество грехов. То есть ты такой мерой отнесся к человеку грешному, что он стал лучше, тебе за это Господь наградит. То есть духовная жажда, повторюсь, она более сильная в человеческом естестве, чем телесная. Наверное, можно отнести и к самому себе, тоже помилование такое, если мы свою душу начинаем любить себя правильно, напитаем себя Словом Божиим, например. Ну, конечно же, если мы читаем возлюбие ближнего как самого себя, то мы должны разобраться, а как же самого себя любить? Если я люблю самого себя и исполняю все свои прихоти и похоти, то это не любовь, это наоборот самоубийство. То есть человек там вот я люблю себя, поэтому буду наркотики употреблять, я люблю себя, поэтому буду алкоголь, я люблю себя, поэтому буду блудить, я люблю себя, поэтому буду стараться не работать, обманывать, воровать, то есть чтобы денег побольше было для такой любви в кавычках к себе, то есть это не любовь. То есть наше тщеславие, когда мы любим покрасоваться перед другими людьми. Тщеславие, телесные грехи, какие-то гордостные, какие-то льстивые и прочее, чего только нету в человеческой душе недоброго, но мы принимаем это за добро нам, то есть когда нам льстят, нам нравится, когда нас хвалят, нам нравится, когда нас слушаются с подобострастием, нам тоже нравится, это же удовлетворяет нашей гордости, когда нам потакают в наших греховных каких-то побуждениях или каких-то желаниях, нам тоже это нравится, но это не любовь, извините, это наоборот противоположные любви чувства, это чувство убийства своей души вечной, и здесь, если мы себя так любим, то мы, конечно же, никогда не научимся любить правильно и ближнего своего, и наоборот, если мы себя любим правильно, то есть мы стараемся удерживать себя от своих страстей, если мы стараемся какие-то правильные, богоугодные дела творить, то вот здесь любовь к себе проявляется правильно, то есть мы исполнение заповедей, да, то есть как нам такой сформулировать шаблон, по которому правду найти. по какому принципу оценить свою любовь к себе, а по принципу простому, если ты спасаешься в вечности, то ты себя любишь, если ты спасаешься только здесь, в сиюминутных своих делах, ты себя вообще не любишь. Знаете, как на войне есть тактика, есть стратегия, вот тактики, они не выигрывают войну, выиграют войну стратеги, которые думают на много-много ходов вперед, и даже если здесь они жертвуют какой-то фигурой на каком-то своем таком военном поприще, то они понимают, что там они получат стратегическую победу. Вот так же и здесь, если мы жертвуем чем-то здесь, какими-то условиями жизни, там, пищей во время поста, ущемлением себя в каких-то своих желаниях, там, тщеславных, гордостных и прочих, гневливых, казалось бы, ну, это же я себя любимого ущемляю. И это правильно, потому что через это мы стратегическую цель достигаем спасения в вечности. А и наоборот, если мы здесь это все делаем, то мы теряем вечность. А как определить, что вот вечность спасает? То есть, это исполнение заповедей Божьей? Только сосложение с волей Божьей, а значит, с его заповедями и наставлениями дает нам победу в вечности, стратегическую победу. Если мы не исполняем волю Божью, а исполняем волю свою, мы гибнем. То есть, мы себя не любим. Наша передача завершается. Полторы минуты, пожалуйста, вам заключительное слово к передаче. Ну, очень хочется, чтобы все мы, услышав вот этот сегодняшний разговор о страшном суде, изменили свою жизнь хоть чуть-чуть, хоть на шаг приблизились к спасению своей души и отошли от края пропасти адской. Помощи вам Божьей в этом делании и не забывайте, что все для вас Господь сделает, лишь бы было желание у вас ко спасению. Да, благодарю, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok